Робототехнику Это так называемый набор LEGO Education Называется он ВИДУ Этот набор позволяет ребятам начальной школы изучить базовые знания по робототехнике То есть изучить как это все работает, изучить как можно свои базовые навыки применять И соответственно дальше, хоть набор и небольшой, то есть позволяет собрать достаточно ограниченное число роботов Но при этом никто не запрещает после того, как весь материал будет изучить, придумать что-нибудь свое Вот мы даже иногда с ребятами организуем некие соревнования То есть мы изучили, поняли как все работает Я им говорю, а давайте теперь соберем каждый по машинке и посмотрим, а у кого поедет она быстрее То есть кто придет вперед к финишу То есть здесь уже фантазия наша с вами вообще никак не ограничивается У нас кроме стандартного набора есть еще также ресурсный набор, который еще больше разграничивает наши действия в плане робототехники То есть мы можем с ними собрать что-то еще более интересное Притом никто не запрещает нам совмещать несколько наборов в один Например, как мы сделали для участия в соревнованиях, мы вот ездили недавно в Новосибирск И для того, чтобы хорошо выступить, нам понадобились наборы деталей из нескольких наборов Например, как двигатель В каждом таком наборе у нас, к сожалению, только один двигатель, один датчик расстояния и один датчик положения То есть он измеряет положение относительно ровной поверхности То есть лево-вправо наклонили, вперед-назад И они, к сожалению, все по одному А иногда нужно больше Что мы сделали? Мы просто взяли из другого набора Ну, а что делать было? Заниматься с этим не нужно никаких специальных средств Все программное обеспечение есть на официальном сайте Лего Достаточно просто ввести запрос и установить нужную программу Как, например, у нас уже все сделано на наших ноутбуках Давайте познакомимся с этим программным обеспечением Для этого на рабочем столе у вас есть вот такой значок Это зелененькая стрелочка, под которой написано Lego Education Давайте его запустим И у вас появится вот такой интерфейс У кого-то будет пустое поле У кого-то уже что-то внесено Это оставшаяся программа от детей, которые уже что-то писали Что-то пытались программировать и что-то делать Интерфейс у данного приложения максимально простой То есть здесь нет ничего сложного У нас есть с вами рабочая область И внизу у нас есть панель инструментов То есть здесь у нас все те основные инструменты Которые нам позволяют работать с данной техникой Самые важные, которые нам нужны Это зеленая кнопочка или вот такая кнопочка с буковкой Они нужны для того, чтобы запустить саму программу То есть зеленая стрелочка запускает программу по нажатию на нее Кнопочка с буковкой запускает при нажатии на эту букву Раскладка должна быть плавиатурой английская Ну то есть тут английские буквы и раскладка должна быть английская Дальше у нас есть с вами набор зеленых блоков Это для работы с двигателем То есть мы можем двигатель запустить По часовой стрелке или против часовой стрелки Набор работы с датчиками Варианты каких-то значений прописывать То есть мы можем выставлять мощность двигателя, например Мы можем выбирать случайные значения Управлять этой программой, составлять программу Здесь абсолютно ничего сложного нет В каком порядке вы блоки добавите В том порядке они у вас и будут работать Вроде бы казалось все просто, да? Как же теперь заставить вот этого нашего товарища Даже просто двигатель подкрутить Здесь какие-то у нас провода непонятные Что с ними делать, непонятно Кроме двигателя и двух датчиков У нас каждому набору есть еще вот такой специальный блок Который нужен для того, чтобы связать нашего робота с компьютером И нашу программку загрузить внутрь робота Одним концом USB мы подсоединяем его к компьютеру Можете подсоединить В любой USB разъем Дальше, если мы заметим У нас на этом блоке есть два разъема Сюда мы можем подключить либо моторчик, либо датчик Давайте все возьмем провод от моторчика И подключим его к этому блоку На любой разъем, не важно какой Первый или второй Главное посередине не втыкать То есть либо первый, либо второй Теперь давайте посмотрим, что все работает у нас То есть связь у всех есть Мы уберем звук и добавим просто вращение двигателя То есть перетаскиваем звук в самый низ Или можно просто в сторонку И добавляем вращение двигателя и запускаем У вас будет работать бесконечно То есть никаких останавливающих факторов нет Он просто крутит на максимальной мощности бесконечно в определенную сторону Чтобы остановить это все чудо Можно нажать вот здесь на красную кнопочку Давайте нажмем и остановим А вы можете задать логичный вопрос Ну а как с этим работать? Да, то есть скорее всего сейчас у многих такая мысль Что наверное для этого все равно надо какое-то специальное образование Как минимум технический склад ума и так далее Да, но нет На самом деле в данном наборе все гораздо проще, чем кажется Здесь уже есть готовые инструкции Которые позволяют вам вместе с детьми изучить Ну или вам заранее все изучить Потом уже детям объяснить все в более понятной форме Как же получить к ним доступ? Вот здесь наверху есть у нас желтый квадратик Давайте на него нажмем И у вас должно появиться либо вот такое изображение Либо изображение с картинками роботов У кого что появилось? С картинкой С картинкой Соответственно, чтобы у всех одинаково получилось Давайте нажмем на шестеренку Те, у кого нет вот такого изображения Оно должно появиться В данном блоке, он называется у нас первые шаги Здесь пошагово можно изучить работу каждого элемента конструктора То есть здесь мы можем изучить, как работает двигатель Мы это с вами уже сделали То есть достаточно просто его подключить Запустить простейшую программу и все Изучить, как работают датчики Как работают шестеренки И остальные компоненты К сожалению, представлены здесь не все Но основное, все, что нужно, здесь есть для начальной работы Как только все изучили, можно перейти к более интересным проектам Это уже создание конкретного робота Для этого нажмем на голову человечка И здесь представлены все варианты роботов, которые мы можем, по идее, собрать из нашего набора То есть это вот минимальный набор, что мы можем собрать Из одного набора можно за раз собрать только одного К сожалению, деталей на двух не хватает Но мы можем собрать что-то и к нему собрать еще что-то Ну, если уже сильно хочется Давайте сейчас попробуем собрать самостоятельно Посмотрим, что здесь есть У вас у всех на столах лежит набор почти собранный крокодильчик Я предлагаю посмотреть и дособрать крокодильчика самостоятельно И посмотреть, как он работает Давайте все нажмем на крокодильчика Чтобы перейти дальше к инструкции И к объяснению, вот здесь внизу есть стрелка Нажимая на стрелочку, мы перейдем к следующему шагу Вы можете прочитать И как только начнется инструкция по сборке Вам нужно пролистать вот до этого шага Вот с этого шага вам уже нужно собрать То есть долистайте до этого шага И вам его уже нужно собрать самостоятельно Также, кроме этих наборов, мы еще используем Шлем виртуальной реальности Кто хочет попробовать? Можно я? Прекрасно Надевайте Возьмите джойстик Давайте одним обойдем И вот здесь кнопочка, специально ей нажимать, чтобы выбирать Вы можете немножко поворачиваться И вы будете видеть, что происходит Вам нужно найти панель меню Она где-то здесь прячется Вот она где прячется У вас, соответственно, появится меню Что вы можете сейчас построить То есть такая небольшая обучающая программа К сожалению, на английском языке К сожалению, все сейчас в виртуальной реальности Очень хорошая Это только на английском языке Выбирайте уровень сложности Давайте выберем easy То есть так же на ключок И у вас будет предложено собрать робота Вот здесь у вас рядом есть изображение То есть что должно получиться Да, а вот сейчас вам предлагают соединить детали То есть чуть-чуть в сторонке Слева от вас Деталь То есть у вас подписана деталь, которую нужно выбрать Вы ее выбираете и перетаскиваете куда нужно Он там выделяет зелененьким, куда ее нужно поместить Почти Сейчас он нам предлагает перейти к программированию Выбираем yes И дальше он нам предлагает вот такую панель Вот такую панель Здесь у нас небольшая инструкция на английском языке Нажимаем ok И он нам говорит, что нужно сделать То есть что нужно куда добавить Интерфейс очень похож на программу, в которой мы сейчас работали Но функционал у нее гораздо шире, чем у роботов-виду То есть он вам сейчас предлагает добавить моторчики Ну и дальше он предлагает их немножко поднастроить К сожалению, у нас здесь помещение не предназначено для виртуального шлема Так как парты стоят и немножко настроиться Ну не получается Получается далеко, не особо видно Поэтому предлагаю на этом закончить Мы можем закончить, человек останется там все хорошо Очень затягивающе, очень интересно ребятам, причем даже старших возрастов Поработать с этой программкой в виртуальной реальности Также есть многое бесплатных, которые предлагают различные путешествия Там по разным странам, экскурсии и другие различные коллажения То есть виртуальная реальность тоже как элемент очень интересная вещь Продолжение следует... Продолжение следует...